Музыка Я вообще очень скептически отношусь вот к этой позиции, когда человек сам ничего не умеющий говорит, ну вот это поэтические фильетоны, это продукция второго ряда, а вот у Маяковского это реклама, а вот это агитки, а вот у Некрасова это гражданская лирика, а правда заключается в том, чтобы писать о розочке и козочке. Дмитрий Быков – фигура в медийной среде заметная. И не только благодаря своей комплекции. Быков – колумнист ряда крупных газет, часто гость теле- и радиофиров, автор циклобиографии, романов и стихов, а еще учитель литературы в школе. Храбрость, ум, ирония и чрезвычайная творческая плодовитость – качество, присуще этому большому во всех смыслах человеку. Кем вы себя ощущаете? Поэтом, публицистом, журналистом, писателем? В русской традиции престижно ощущать себя поэтом. Я себя ощущаю поэтом. Но называть себя поэтом неприлично. Я поэт, зову себя Цветик. Что ж ты, глупость какая-то. Я себя ощущаю, знаете, как Ленин писал в анкетах. Я литератор. Человек, думающий при помощи букв. Это меня устраивает. Скромненько. Тем более, что как раз литератор, он был неплохой. Прекрасный критик, публицист, озорной. Я помню, что когда Ленина надо было читать и конспектировать, еще при советской власти, это было гораздо веселее, чем всех остальных. Я, бывало, читаю его и хохочу. Некоторые фразы помню до сих пор. Ну, например. Без сильной армии во враждебном окружении Республика Советов могла бы выжить лишь одним способом – улетая на Луну. Я себе представляю, как они все улетают на Луну, ну, там, ракеты, мики, товарищи, мы улетаем в Луну. Ужасно почему-то меня это радует. Или интеллигенция не мозг нации, а г**ть, как здорово, да, представляете? Сам-то г**тьешься мне ему сказать, а все-таки хорошо, вот вошло в язык. Быковский проект «Поэт и гражданин» уже тоже растащили на цитаты. В нем поэт и гражданин Быков устами Михаила Ефремова комментируют актуальные темы, подражая русским классикам. Евтушенко и Вознесенский, Некрасов и Гоголь, Маяковский и Хармс предстают перед зрителями в новом жанре – ньюзикл. Цитадель ты моя, цитадель, потому что мы с севера, что ли, от твоей настигающей роли ни один не спасался досель. Видно, плотно мы сели на мель, и судьбу не сломать об колено. Есть и Фауст у нас, и Елена, но главнее всего – цитадель. А что проект, значит, лично для вас? Ну, лично для меня это просто забавная возможность поработать с хорошим режиссером, с хорошим продюсером, с моими двумя друзьями замечательными, но и при этом некоторая накачка все-таки поэтических мускулов, потому что такая тренировка даром не проходит, и мне гораздо проще стало писать лирику. Я вот за этот год целую книжечку намолотил, и называется она «Блаженство» на будущий год издам. А выбор Михаила Ефремова – это был ваш выбор? Нет. Мы просто сидели втроем на таком голубом огоньке на телеканале «Дождь», Васильев, Быков и Ефремов. Сидели за одним столиком, потому что они пропускали через себя там Ефремов и Васильев разных гостей. Ну и вот, когда пришел я, они ради шутки предложили эту идею. Вот и все. То есть все родилось с обыкновенной... Ну, как всегда в России, потому что все серьезное, как правило, и такое нервное, когда вот человек как будто действительно тужится ужасно, да, серьезничает, как правило, получается бездарно и нудно. А сидели просто, праздновали Новый год, и получилось замечательно. Вот как хорошо получилась Октябрьская революция. Сидели какие-то иммигранты, пили пью, говорят, давай что ли царя скинем, ну и вот вам, пожалуйста. Что вы жадно глядите на Джобса, повторяя несчастному вслед, что Господь на России обжегся, и в отечестве гениев нет, и в России случаются жизни, что на досках почета висят. Ты успешно построил бы бизнес, замочив человек пятьдесят. А можете себе представить такую ситуацию, что вы написали текст, а Миша Ефремов говорит, вот нет, я с тобой не согласен, я не буду это говорить. Да, наверное, могу такую ситуацию, мы с ним много раз это обсуждали, но пока как-то ее не возникало, поэтому, может быть, лучше действительно все время о ней фантазировать и никогда до нее не доводить. Да. А в образе каких поэтов-писателей будет этот проект еще? То есть вот кого вы уже сняли, кто еще будет? Это совершенно непредсказуемо, потому что разные события вызывают к жизни разных писателей. Например, мы четко знаем, что вот завтра у нас украинская тема, и поэтому совершенно очевидно, что будет Гоголь, хотя что именно Гоголь, вы все равно не угадаете. А потом вдруг случится, например, какое-то прекрасное событие, да, в России отменят политическую цензуру. И мы вспомним что-нибудь из Саши Черного, что-нибудь такое веселое, а может быть мы вспомним что-нибудь из Блока, из «Девушка пела в церковном хоре». Это совершенно непредсказуемо. Понимаете, слава богу, пока еще гражданин поэта, в отличие от русской жизни, остается абсолютно спонтанным. Женские образы появятся? У нас они уже были, была «Огня Барто», и я уверен, что, в общем, уж я за Цветаеву не поручусь, потому что я к ней слишком восторженно отношусь. А Анна Андреевна Ахматова появится обязательно, это я вам обещаю. 12 октября состоялась премьера спектакля по вашему произведению «Медведь». Вы на премьере были? Был. То, что я видел на прогоне, было лучше. Половина текста не слышно, а пьеса текстовая, там надо ее текст произносить очень тщательно. Актеры наезжают репликами друг к другу. Ну, все, как всегда, бывает на премьере. Понимаете, для того, чтобы спектакль зажил, расправился и набрал воздуху, кислороду, ему нужно 4-5 представлений. Я уверен, что к декабрю это будет замечательный спектакль. Сейчас пока это какой-то хаос с кашей во рту, где хорошо играет только философ, и остальные ему мешают более или менее успешно. Да, Санаева великолепна и очень хорош, конечно, Чернов. Что будет дальше, посмотрим. Но пока мне, в общем, мне нравится, как это решено. Очень эксцентрично, там много придумок замечательных, не отвлекающих от текста. А с акустикой надо что-то делать, конечно. Люди уже в пятом ряду не слышат ничего. А вы как автор вмешивались в процесс? Нет, я как автор отдал это все целиком на отку, потому что я вообще считаю, что каждый должен заниматься тем, что он умеет. Вот я умею преподавать, сочинять. Может быть, немножко сочинять сценарии, в принципе, да, могу. Вести там какие-то телерадиопрограммы, хотя это не люблю. А в театре я ничего не понимаю и практически туда не хожу. Это для меня искусство слишком архаическое. Нет идеи написать для кино? Идей полно, кино нету. У меня после каждого романа более-менее, в общем, успешно покупают опцион, то есть право ставить что-то по этому и не ставят. И в результате я в двойном выигрыше. И деньги полученные, хотя очень небольшие, и как бы нет позора. А с какими бы режиссерами вы могли бы посотрудничать? Вот из современных. Мне нравится Финчер. Я бы охотно отдал ему эвакуатора, но он его не читал. Увижу Финчера, первым делом скажу, Финчер, вот эвакуатор. Но пока как-то не склалось. Вы называете литературу своеобразной духовной аптечкой. Как сами вы как часто в нее заглядываете и какие лекарства от чего используете? Ну, видите, я понимаю, например, что там в состоянии депрессии Толстого я не потянул. Как бы это очень сильный такой наркотик. В состоянии депрессии надо читать Чехова. Это как-то исцеляет. На отдыхе в Крыму, например, лучше всего читать Бунина. Он как-то подчеркивает как бы смертность, конечность всего и острота ощущений многократно возникает. При сложностях в семье, особенно с детьми, надо читать Алексея Толстого, Николаевича. При сложностях, ну, там, детства Никиты в частности. При сложностях на службе, я думаю, надо читать зарубежную классику Бальзака в частности или Флабера. При каких-то эксистенциальных проблемах, страх смерти и так далее, надо читать Золя. Вот так бы я сказал. Какая книга на книжной полке у вас сейчас? У меня там, знаете, тысяч семь, наверное. И еще в интернете много. С собой у меня сейчас два романа. С собой у меня сборник, точнее, сборник новых повестей Стивена Кинга, купленный позавчера. Он только что его выпустил. И я бы с таким наслаждением перевел эту книжку. Вот это как бы Кинг – это хестоп, да, в таком лучшем его расцвете. Мясной, немногословный, умный, увлекательный. Но вот, к сожалению, мне вряд ли дадут это сделать, зато я с удовольствием это сделал. Вот. И я, значит, сейчас, хотя и не без труда, но пробираюсь через второй роман Данилевского. Вот если первый, вот этот «Хаос оф Ливз» был совершенно гениальный, то второй, значит, «Революция навеки», я бы не мог сказать, что это творческая удача. Но писатель такой хороший, что даже неудача его очень показательная. По-моему, он сошел с ума. Но поскольку у нас и первая книга еще не переведена, то это мы все говорим, в общем, в никуда. Этого автора не знает здесь никто. Я так его лелею, считаю своей собственностью. Но я уверен, что через 10 лет это будут здесь абсолютно культовые фигуры и везде в мире. А ваши книги кто читает? У вас есть какой-то портрет своего читателя? Да, он абсолютно одинаковый. Вот где бы я ни выступал, там в Перу или, допустим, вот в Кембридже в том же позавчера. Это совершенно приходят одни и те же люди. И слава тебе, Господи, как-то наша прослойка очень широко разбросалась по миру и прекрасно воспроизводится везде. Что это за люди, я не могу сказать. Мне трудно это определить. Но это, как бы сказать, это такая соль земли, конечно. Так мне приятнее думать. При этом лишнее абсолютно никому не нужно. А не кажется ли вам, что люди сейчас, в том числе там ваши читатели, стали, ну устали от молчания и стали более свободны своих высказов? Конечно. Конечно. Как бы им только не проболтать свой пыл в этом новом разговаривании. Как бы им только понять, что разговаривать мало. Надо что-то делать. Ну и разговаривать это уже хорошо. Без кислорода вообще в жизни нет, не может. Значит, сначала надо кислород какой-то впустить. И то, что люди уже начинают этот кислород вырабатывать и им дышать, это большое счастье. Нам его никто другой не даст. Россия выстрадывает сейчас свою новую свободу, выстрадывает с большим удовольствием, я думаю, потому что перспективы замечательные. В перспективах самого Быкова видео-сборник уроков литературы для дистанционного обучения, продолжение серии «Жизнь замечательных людей» биографии Маяковского, написание двух романов и книги об Андрее Синявском. Остается только догадываться, Быкова хватает времени на поездки по стране и общение с семьей. Редактор субтитров А.Семкин